Привет! Меня зовут Женя, я люблю пиво. Сегодня такой у нас романтик антураж. Сегодня Соня со мной. Это значит что? Это значит, что мы снимаем романтический выпуск, посвященный днём. Не 14 февраля, а 8 марта. Да, с нами. Пивом, я правильно говорю? Но это Элли. Сегодня мы пробуем в закрытую Элли бельгийские крики. Вишневые Элли. То есть я должна буду потом угадать? Да. Мы можем, знаешь, как сделать? Ты будешь угадывать не конкретного производителя, а угадывать... По этикетке. По этикетке, понятно. Твоя короночка. Я имею ввиду, что тут есть два отечественных производителя и три, видимо, бельгийца, надо точно посмотреть. Ну, то есть, именно такие. Вот. И так что давай чью-то наливаем. С 8 марта, как говорится. С 8 марта. Бородач. Вообще, кстати, смотри, кто это нашел. А, кстати, да. Кто же сегодня наш жених? А жених за кадром. Ты приготовил сюрприз? Сюрприз жениха у нас будет. Такие сюрпризы нам не надо. Слушай, очень, кстати, очень... Я не очень люблю крики, я к ним спокойно отношусь, но это мне нравится. Во время секса. Во время секса? Крики во время секса. Никит, почему тебя это интересует? Любишь все знание. Любишь информацию. Любишь все знание, да? Раньше, кстати, за тобой такого не наблюдалось. Офигенное вообще, мне очень нравится. Запомни. Это знаешь, как это... Хочу все знать. Очень приятный такой, знаете, вишневый классный вкус. Вот как карамельку, когда покупаешь вишневого, вот там такой же оттенок. Ну, по мне, просто такой вишневый сок. Прям... Да, да, вишневый сок. При этом он не химозный. Согласна. Он приятненький. Давай, мы сегодня делаем экспресс. Такой быстрый, да? Ну, не будете какие-то цветы дарить или что-то почувствовать? А вот. Все для тебя. Для тебя. Рассветы и туманы, да? Рассветы и закаты. Да? Ну, по-моему, да, рассветы. Рассветы и туманы. Для тебя моря и океаны. Рифа. Для тебя. А что ты, что ты? Спасибо. Спасибо. Господи. Никита джентльмен. Настоящий. Все, я пошел за следующего. Ну что, второе. Давай. Чин-чин. Пахнет. Пахнет барбарисовым лимонадом. Пахнет лимонадом, да. Барбарисовым каким-то. О, нет. Из детства. Ну, это да. Это просто барбарис натуральный. Очень сладко. И при этом очень просто. И очень газированный. Это не могут быть барбейцы. Я вот сразу могу сказать. У меня он прям очень вот реально... Ой, еще послевкусие такое не очень приятное. Отвратительно, Жень. Да, и он еще газированный. Вот как в детстве вот эту... Какой хершекола какая-нибудь. Угу. Или еще там вишневая. Ну, такой... Ну, да. Око себе. Мало что можем сказать. Следующий. Следующий, да. Третий. 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 Ммм. Ну, какой-то такой ароматненький. Ну, вот этот по суше, конечно, в нем хотя бы нет сахара такого. Угу. Слушай, ну это уже пиво. Согласна, да. Если это такой больше какие-то лимонадики, здесь прям эль чувствуется. У него и по цвету, видишь? Да, да. С осадочком прям все как надо. Да. То есть поплотнее. Там, интересно, на дне остается осадок, если его не потрясти? Я найду бутылку. Ну, не знаю. Он бутылку... Не знаю. Можем подождать, когда он насядет у нас в бокальчик. Слушай, ну этот слишком прост. Он в целом неплохой. Такой можно попить. Но если вот этот очень ароматный и он необычный, то этот какой-то не пойми что. Лучше тогда уж просто пивка вахнуть. Не, ну он... Кстати, ты знаешь, Женя, я хочу тебе сказать, что я в последнее время стал пить пиво. Вы меня расчехлили. От вина отвели наконец. Ну то есть, смотри, допустим, мы уезжаем за город с друзьями, да, на все выходные. Я в первый вечер в пятницу пью вино, мне потом от него плохо, я от него пьянее. На следующий день что я делаю? Пьешь пиво. Пью пиво. Какая сли начинать с того? Мы начали в этот раз, знаешь, когда пить пиво? Еще до завтрака. Это у нас была тема, когда в старые добрые времена, когда евро еще был по 30 и мы ездили в Финляндию, в компании, мы всегда в Дьютифри покупали пэты лапинкульты. Да, лапинкульты, да. И с утра, ну там, ну, уикенд там, когда с банькой, со всеми делами, и ты с утра встаешь, и ты воду не пьешь, не пьешь лапинкульту эту. И все, как бы, отлично проводилось время. Главное, те, кто за рулем, тебе немножко обманулись. Для меня это нехарактерное поведение, то есть я никогда, наверное, не пила на голодный желудок, еще и пиво, и вот так вот типа именно похмельнуться. Но тут это было всего лишь суббота, утро, очень сильно болела голова. И это был просто топчик. Знаешь, что я пью? Шпатон. Шпатон? Кстати, его, по-моему, в России теперь варят. По лицензии. Ну, вот он, он был очень приличный. Прикол про шпатон, я, по-моему, уже рассказывал в каком-то из выпусков. Первое, что это, ну, до всех наших этих событий, это было пиво, которое больше всего в литражей импортировалось в Россию, именно шпатон. И второе, это единственное пиво, которое, ну, они обычно делаются только на заводе, то они немцы, помыли, да, шпатон? Я думаю, что это, ну, я не верю. Или чехи, шпатон, не помнишь? Конечно, немцы, шпатон, шпатон. Ну, они там рядышком. Вот, и они, соответственно, дали лицензию делать, ну, варить в России. И это вторая лицензия. Первая где-то там в Южной Америке, то ли Аргентина, то ли Бразилия. И вторая это в России, потому что, видимо, такие объемы были, что они говорят, ребят, мы не можем ввести, но варите типа. Вот, так что шпатон сейчас, по большей части, это, по-моему, российский. Но можно проверить. Ладно, я за четвертую. Угу. Она как раз как раз заболела, не смогла, но она закинула удочку, говорит, давай сделаем выпуск, где я расскажу. Ну, она же у нас спортсмен, ну, по питанию специалист. Как пить пиво полезно? Ну, говорит, могу рассказать о сочетании, как сказать, вообще в принципе зожа и, ну как бы, пиво как такового, что это тоже не, ну, можно, его можно пить, ну, как и любое как это, может быть лекарство, может быть отрава. отравой. И вообще, как по сочетанию и в общем… Надо, Настя, выяснить все-таки пиво до завтрака с утра, насколько лекарственные отравы. С учетом того, что вечером было винишко. Ну, смотря какое, красное или белое. А если вы то или другое? Тогда надо перед сном еще взять и от головной боли что-нибудь выпить. Да, кстати, обычно у меня есть знакомый врач, у нас там есть целый список лекарств, которые мы берем с собой на какие-то выезды. Это значит АЦЦ. АЦЦ прекрасно выводит токсины. АЦЦ свяжитесь с нами. Второй – это энтеросгель. Но энтеросгель нужно 2 часа, чтобы было между приемом других лекарств. Ну, то есть ты, короче, на ночь выпиваешь энтеросгель, если вы набухались, да? Это лайфхаки от Софьи. Вот. И с утра встаешь и выпиваешь АЦЦ. Лонг, который большой, он выводит отлично токсины. Ну, и выпиваешь таблетку от башки и витамин С. АЦЦ и Лонгайланд. АЦЦ и Лонгайланд. АЦЦ с ромом, короче, и с трубочкой и зонтиком, да. Вот. И витамин С надо, ну, выпить тысячи две, и всё, и как бы ты будешь... Я обычно после... Ну, тысячи две. Чтобы не было похмелья, просто выпиваю цитрамон перед сном. Пару таблеток. Цитрамон? Цитрамон П, да. Офигеть. И всё, и с утра... Так вот, конечно, вот этот... Как это называется? Не старовер, а эти люди, которые не приемлят новое. Как они называются? Консерватор. Нет, ещё есть такое... Лудисты? Лудиты? Нет, нет, нет. Это которые ломают новое. Не старообрядцы, не консерваторы. Ретроград. Ретроград? С самим цитрамоном П. Ну вы туда ЦЦО, мне там, пожалуйста, витаминку две тысячи, чего-то там. У меня тут была ситуация, что я что-то очень сильно... Почему я сегодня рассказываю, какая я алкоголичка весь выпуск на 8 марта? Это вообще не так. У меня это бывает раз в год как бы. Ну вот. В общем, меня что-то сильно перебрала и с утра пошла в аптеку, потому что ну как бы вообще... И я что-то пару тысяч потратила на то, чтобы снять супохмельный синдром. Слушай... А могла бы выпить пиво? А могла бы выпить пиво? Я тебе могу дать телефончик, если совсем тебе надо будет прокапаться. Ребята приедут. У меня вот... Ребята, они нас смотрят, мои рыбацкие друзья, которые работают в Скоро и так далее. Ты знаешь... Если очень надо, то всегда приедут и помогут. Я один раз так получила, что видела видео с вашей рыбалки и не хочу, чтобы эти люди ко мне приезжали. Нет, нет. Саша док профессионал. Так что... Есть, кстати, на эту тему прикольный сериал? Я узнаю. Прайс я узнаю. Прикольный сериал, посмотрите, недавно вышел российский. Называется Капельник. Там всего 8 или 10 серий, и там как раз вот про такое. Да, очень неплохой. Как тебе четвертая, давай-ка, история наша? Неплохое. Оно вот по ароматике вишневой напоминает первое. Просто в первом более выраженный. В этом он чуть более простой. Но этот мне нравится. Он приятненький. То есть он на втором пока месте. Я забыл сказать про третий. Третий хороший в начале, а в конце глотка он как будто и уходит. И пропадает, как будто и нет его. То есть он в начале такой вроде плотность какая-то есть, как пивная. А дальше в конце... Сладостью. В конце только сладостью. Да, и все. Что с Никитой сегодня? Не знаю, сидит хомяч, хрустит, звук нам портит. Давай, я тогда за пятым сразу принесу бутылочки и за доску пьешь. Давай, отлично. Давай, пятое. Ну я сейчас тоже съем чего-то. Равновесимся. О, какое интересное. Глит, классно. Я прямо напоследок сам пиздал. Вообще. Ой, я хотел нанатериться. Чтобы детям можно было смотреть. Ну, чтобы девочкам можно было смотреть. Девочкам. Дети перед наснимают. Классно. Да. Немножко сладковато, хотелось бы чуть меньше. Сладко. У меня есть какая-то терпкость какая-то приятная. Мне кажется, мне девочкам осталось. Так, я забыл взять сегодняшнюю книжку, но я в целом помню. Жечка, ты сказал три бельгийских и два российских ты сказал? Три бельгийских? Ну ты можешь сразу посмотреть. Российские – это Василия Островская и Медоварус. А вот эти – это три бельгийца. Ну я вообще могу сразу сказать, что я за то, что вот эти два – это российские. Потому что они мне не понравились, а я как истинный патриот всегда считаю, что бельгийцы, ну они умеют варить элли, умеют варить крики, поэтому я за то, что вот эти ребята российские. Очень плохое было второе, по-моему, да, судя по количеству выпитого. И третье – это, по-моему, был просто Барбарис. А, нет, второй был Барбарис. Еще снимается все нормально, не выключилось ничего. Вот этот очень сладкий, авторская рецептура. Ну, давай сделаем вот так, Василия Островская, допустим, вот эта максимально простецкая, вот эта, я думаю, Бельджин Крик. Да. Тиммерманс и Раденбах фрут. Ну, тут достаточно сложно выбрать, мои фавориты – это первая и последняя, они прям реально крутые. Я, наверное, поставлю, зато мне кажется, что вот такой я пила, и он очень похож на вот такой вариант. Ну, пусть будет вот таким образом. Там видно, как я поставила? Да. Ну, что я тебе хочу сказать? Ты… Хочешь пяти? Нет. Ни одного? Ты угадала три. Ничего себе. Ты угадала Тиммерманса – это последнее, что мы били – Раденбах. Угадала Медоварус. А вот эти два – вот так вот. Мы начали… Как это? Как это возможно, Света? В России не все говно, да. А, ну подожди, ну… Ну, вот этот самый говеный я угадала. Медоварус, да. То есть, который прям лимонадиком. Вот этот, это… Дешевый, 160 рублей. Да, я чеки не сохранял, но все это куплено в одном То есть, у нашего Сеостровская Попиловарня сварила такой великолепный крик. Хороший крик, да, у Сеостровская. Просто невероятная вишня. Ну, да, здесь… Ну, он приятный. Классный. Он как софт. Ну, это очень похоже на этот классический, который подают в любом баре всегда. Они, видимо, просто реверсивный инжиниринг пива сделали. Да, в целом, да, это, наверное, не сложно. Подведи итог. Итог такой, что очень порадовала Василеостровская наша пивоварня. Вообще, молодцы. Очень достойный крик. Очень похоже на бельгийский, который раньше подавали во всех хороших павах. Отвратительные вот эти ребята… Медоварус. Ну, они не названием Медоварус. А какая стоимость вот этой продукции? Слушай, я думаю, в районе там 60 рублей. А, ну, вот просто если… Может, даже меньше. Она даже не 0,5. Ты видишь, тоже 0,33 и так далее. Ну, я сейчас как супер-сноп выскажусь, да. Вот есть люди, которые пьют сладкое вино, да, там какую-то Изабеллу покупают и так далее. Они же будут покупать вот это, и им будет норм. Вот эти ребята как-то не очень… Ну, они водянистые такие они, по правилам. Ну, очень простенький барбарисик такой вообще. Четвертый, ну, ни о чем. Пятый. Вот этот, пожалуй, Timmermans. Действительно, вот это наиболее сложный, прикольный вкус, который я бы порекомендовала, да, пить. Всех с 8 марта. Спасибо. Спасибо за цветы, за шары. Меня сегодня так встречали вообще. Очень приятно. Медведи, да. Да, и такой вопрос о том, что я же отжала Желин канал. Да, это целый выпуск. Но они потом прислали ко мне дагестанцев и чеченцев. У меня была не очень приятная ситуация. И армян с розами, с армянским букетом. И только они смогли отжать обратно. Да, только армяне смогли на меня повлиять. Ну, и сегодня ребята, как видите, долго извинялись, очень просили, чтобы я приехала, поэтому я снова с вами. Все, пупсики, пока. Подписка, лайк, коммент. Все, до встречи. А, блин, так ты можешь быть тоже носителем? Погу. Заразишь меня перед химбинами, я тебе просто. Мы не будем сосаться, надеюсь? В смысле, не будем? А, будем? Ну, конечно. Да пусть кальбару тебе будет. С чесночком такой точно будем? Ай, блин.